Так выглядит гильза бесшовной горячекатанной трубы. Это изделие востребовано в нефтегазовой отрасли. Масштабный инвестиционный проект запущен два года назад. И вот уже глава региона вместе с руководством Уральской стали торжественно открывает уникальное производство. Современное оборудование, не требующее усилий со стороны человека. Проектная мощность до 250 тысяч тонн продукции в год. Открытие цеха Денис Паслер называет историческим событием. Это более 8 миллиардов инвестиций и 535 новых современных высокооплачиваемых рабочих мест. Конечно же это и налоги во все уровни бюджета. И конечно же это новые возможности для региона, для решения тех задач, которые стоят перед областью. А это строительная площадка еще одного цеха, более мощного. Срок ввода в эксплуатацию конец 2026 года. Запуск нового агрегата даст возможность производить трубы большего объема горячедеформированной прокаткой из углеродистых и легированных марок стали. Наша труба займет свое место абсолютно во всех нишах, куда она может и использовать сейчас в России. Это и машиностроение, это и водопроводные трубы, и газопроводные трубы. Но и самое главное, конечно, это рынок насосно-комплексальных труб, которые насчитывают порядка 800 тысяч тонн в год. На объекте запланировано применение около 40 различных инновационных решений. Предусмотрены современные системы, направленные в том числе на экологическую безопасность. И главное, открытие данного производства даст области 2000 новых рабочих мест. Денис Паслер и руководители предприятия подписывают символический график работ по возведению объекта. После о вкладе металлургов глава региона говорит уже на сцене завода управления. На торжественном собрании, посвященном профессиональному празднику, Денис Паслер благодарит за труд и помощь Оренбуржию в тяжелое время весеннего паводка. Все дни и до, и после, я говорю уже о наведении, по сути, порядка и помощи Орску, Орчанам, конечно, были впереди всех, показывали пример. И все вопросы, которые возникали, вы были рядом с людьми, рядом с городом. Лучшие представители отрасли получают заслуженные награды. Мастер доминого цеха Сергей Сотников на комбинате уже 30 лет. Работу любит, несмотря на трудности. Внутренние призвания уже прикипел. Это уже моя жизнь. На производстве трудится много женщин. Прекрасная половина коллектива опровергает мнение, что металлург – исключительно мужская профессия. Все нравится, поэтому я проработала столько лет, как пришла с института. Столько лет работала с 1988 года. Металлургия – отрасль, где нет случайных людей. Крупнейший налогоплательщик региона. И с каждым новым инвестиционным проектом обеспечивает области экономическую стабильность и рост благосостояния ее жителей. Елена Фурсова, Семен Воробьев. Новости дня.